приветствую вас мои дорогие водолейчики и сейчас давайте посмотрим с вами расклад на неделю с 11 по 17 марта что нас ожидает и так ох как всегда мы вытаскиваем 3 карты ох три карты из классической колоды таро золотое таро у нас и потом еще вытащим по карте колода средневековая таро и колода карт ленорман и давайте трактовать я могу сразу сказать что неделя будет немаловажная поскольку выпал туса мы приравниваем тузов к старшим арканом и выпал старший аркан колесница замечательная замечательная карта то есть вообще неделя будет замечательной ну и поехали значит смотрите первая карта у нас выпала туз кубков туз кубков это неисчерпаемые ресурсы это вообще любовь у кого-то любовь видимо развиваются личные отношения у кого-то просто ощущение счастья такого безграничного то есть это очень положительная карта тузы конечно они ну самая-самая вот как бы вершина такого вот чего-то достижений поэтому прямо прямо вообще неделя начинается просто феерично а середина недели вообще я могу сказать ну судя по всему и вся неделя несмотря на последнюю карту да она немножко там говорит о какой-то печали там да ну не буду забегать вперед вся неделя достаточно позитивная поскольку поскольку это старшие арканы он все-таки дает оттенок на всю неделю из трех карт она это самая сильная карта и она положительная я покажу на камеру это у нас колесница вот смотрите единственное что вам нужно будет сделать выбор между духовным и материальным возможно мы здесь видим черную фигуру видим белую фигуру но я скажу что вы в центре сам вопрошающий и он управляет то есть управляет колесницы так и вы в вам как бы вся ситуация ваших руках вы управляете ситуации в хорошем смысле поэтому поэтому неделя будет замечательно еще и даже если учесть то что перед колесницей у нас такая замечательная карта счастья ощущение вот это наполненности неисчерпаемых таких ресурсов самых-самых положительных да и колесница это вообще замечательно вот третья карта она нам все-таки немножко говорит о том что я покажу на камеру это у нас пятерка кубков немножко все-таки она нам говорит о том что где-то вот какие-то потери вы будете ощущать но возможно это ваши ощущения возможно на самом деле такого не произойдет как бы но где-то ощущать вы будете потерю чего-то но потерю возможно вы можете ощущать от того что вам придется выбор делать в чем-то но в любом случае потери не будет столь важной насколько вы будете это ощущать чувствовать это скорее чувство это не на самом деле а то что вы ощущаете потому что по большому счету на самом деле все будет замечательно замечательная неделя вообще очень-очень такая неплохая скажем так даже трактовать здесь долго нечего потому что потому что все хорошо и замечательно вот так я могу сказать и неделька такая немаловажно кстати не забываем что у нас ретроградит меркурий марте поэтому важных решений не принимаем а только готовимся надумываем крупные покупки лучше не покупать квартиры не менять машины не покупать вот чтобы вы понимали чтобы потом не пожалели давайте посмотрим вытащим карту что нам скажут средневековая таро тройка жезлов тоже покажу ну тройка жезлов она тоже говорит о умертворотворенном таком состоянии о хорошем до том что вы будете с работой работа у вас будет у вас будет хорошее приятное общество спокойное вы будете как бы в позиции возможно даже ожидания чего-то вот как позиция ожидания вот как будто бы вот на утро произойдет чудо вот такое у вас будет состояние ну какое-то ожидание будет вот но положительные моменты те кто что кто ищет работу тут будет с работой кто хочет заработок тут у кого будет возможность заработать ну вот как-то так очень да и очень даже неплохо я считаю давайте посмотрим что нам скажет колода ленорман колода ленорман тоже вытащим карту и посмотрим что нас ожидает на этой неделе ох какая карта вы знаете эта карта означает враг змея то есть она олицетворяет врага вот я могу сказать что будьте внимательны потому что на фоне всего того что у вас на самом деле так все благополучно какие-то какие-то завистники будут активизироваться и пытаться вам что-то вот ну это зависть это скорее всего зависть и будьте внимательны будьте предельно осторожны и и осознанны понимаете потому что вот я вытащила еще одну карту ленорман мне просто стало интересно да и у нас здесь враг завистники а здесь у нас тайна выпала я покажу книга то есть что-то вы узнаете вы что-то узнаете какая-то информация к вам придет это конечно может проиграться как обучение для кого-то допустим кто-то обучается и для кого-то это будет как какое-то новые знания да но на фоне вот этой карты вот у я их вместе потому что из одной колодой какую-то тайну узнаете которые в общем-то или узнаете о враге узнаете о человеке который вам завидует который ваш враг хотя вы на это не обращайте внимания водолеи вообще такой знак очень дружелюбный очень дружелюбный и не сразу могут увидеть и понять что кто рядом и как где-то для них иногда становится очевидно и очень поздно они видят для всех очевидно а водолеи вот они видят немножко как бы хотя может быть и наоборот я имею ввиду в плане дружбы в плане вот людей вот восприятие поэтому мои дорогие водолейчики будьте внимательны и осмотрительны но неделя будет неплохая огорчить мне вас не чем могу только обрадовать что ощущения будут замечательные все будет замечательно работа будут друзья будут будет ощущение счастья и все будет хорошо но будьте осознанными будьте внимательными ну вот такая будет у нас неделя я вас люблю целую сами было галатаро пока пока хорошей недели вам